Здравствуйте! Мы ведем прямой репортаж из зала бокса в музыке Андрея Павловича. Он сейчас на ваших экранах. Вот он уливается вам и хочет сказать пару слов своим друзьям. Передайте привет. Я хочу передать привет всем рюкальцам. Сейчас я нахожусь на соревнованиях по боксу. Возрастная группа 83-го и 4-го рождения. Это первый этап подготовки сборной старших юношей в первенстве Европы. Наша команда из 4-х мариупольцев провела 9-шные бои. 45 килограмм первое место занял Петр Мигуля. Выиграл 4 боя. Второе место занял Олег Николаенко. Проиграл в упорном бою Харьковчанину. 48 килограмм Азов представлял Алексей Беляев. Он на втором бою проиграл в бой. И очень хороший тяжеловес про ТВК был снят тренером. Не знаю, какая причина, но это с другом носом. Спасибо, спасибо. А что вы делаете для этого, чтобы побеждали? С моей стороны, что вы имеете ввиду, что именно делаем? В тренерской работе многое. Не, ну что, тренируетесь или что-то. На подготовительные курсы ходите. Там нет такого? На луну есть подготовительные курсы. Это тренировки, это свой личный опыт трассы. Это подсказки Владимира Сергеевича Кленина и других тренировок. Это подсказки своих учеников. Это соревнования. На них на соревнованиях чему-то учишься. Ты видишь, как работают люди тренировки, как боксируют хорошие боксеры. И чтобы достигать результаты этого, нужно двухразовые тренировки. Есть ученики, которые у меня тренируются два раза в день. Где-то в месяц получается 47 тренировок. 47-46. Извините, а как это двухразовые тренировки? Двухразовые тренировки это 6.30, 7.30. Это первая тренировка. Это утром. А в школу как? Школа 8 часов, 8 часов 30 минут бывает. Так как ученики живут довольно-таки близко, они целеустремленные, они что делают? Они утром встают и тренируются. И дети успевают в школу? Ну да, есть у меня ученик Петр Мегурин. Он довольно-таки неплохо учится в школе. Я смотрел его дневник, и за первую четверть у него не было ни одной тренировки. Для класса. Да, это ученик. А такой ученик, как Олег Николаенко? Олег Николаенко. Олег Николаенко. работы где-то в год получается минимум 6 поездок. 6 поездок? Да, минимум. В лучшее время и больше. А в каких городах вы бывали? Я в качестве боксера был в 40 городах Советского Союза. В качестве тренера, ну мало открытий, которые было. Открытие было, это Днепропетровск. Открытие я сейчас стал в Харьков, в котором мы сейчас находимся. Прошу мне подсказать. И очень понравился мне город Львов. Я еще будучи боксером был там на сборах. А как вам Стародубовка? Стародубовки я никогда не был. Ну сейчас хочется попасть за границу с боксерами посмотреть. Не ближайшее зарубежье, не ближнее зарубежье, а подальше. Даже не Польша, а Франция, Англия. И хочется побывать там, посмотреть, как люди живут в другом мире. А что вы делаете для того, чтобы попасть на границу? Ну, я для этого сделал зарубежье паспорт. Раз. Второе, я пытаюсь быть хорошим тренером. Пытаюсь. Я пытаюсь, чтобы у меня были очень хорошие ученики. Дальше, ну, в принципе, нужна финансовая сторона. Значит, финансовая, мне не хочется, в принципе, зарабатывать самому, но при этом деньги, если же использовать в качестве, как говорится, поездок, как-то она немножко неправильно. Это, по-все, что государство помогало. Ведь я все-таки же тренер. Да, надо ей деньги давать. Ну да. Вы, в принципе, правильно рассуждаете. Классно-то мы. Абсолютно самостоятельно. Сейчас такое время, что государство не помогает. И надо такими-то путями. А вы в Харькове бывали в Макдональдсе? Да, ребята мне повели в Макдональдс. И вот сейчас я вам покажу некоторые вещички. Ну, это... Жвачка Макдональдс? Патроны. Что это такое? Жевательные. Ах, как? Что это мне оказались? Ты. Ну, потом она мне отлетела. Да ты снимай полностью. Полностью? Ну, для меня не нужно. Это вам все детишки подарили? Нет, это... А дорогая? Она на меня дорого стоит. Дорого стоит? Где-то 2.20. Это по нынешнему курсу доллара? Курс доллара на сегодняшний день где-то 3.43. Это в долларах 2.20. 20 долларов... Очень интересно. Надо побывать. Вот сколько раз я был в Харькове, ни разу в Макдональдсе не был. Не, ну, в последний раз, когда я... Какую вы газету представляете или телевидение? Ну, мы представляем газету «Приозовский рабочий». Ну, и тут и вот камера. Вот, пожалуйста. Смотри, говорите сюда. Вот это не горит. Это камера от Сигмы ТВ. Мы специально... А вот... Забыл. Знаете, броненец Валентин, хочется напомнить мне. М-м-м... Борисович. Борисович. Где этот? Да. Не, это не тот, это не тот. Вы не думайте, мы его давно уволили. Я вот стал директором и его сразу убрал отсюда. Там была фамилия съезда, видишь, директора Сигмы. Да. Как он? Саш, там приписывай. Не фамилия даже, а отчество полностью. Да. Я сдави. Я сдави. Я забыл, тут камера еще приехала. Я смотрю поиска телевидения. Нет, если честно. Можно сделать рекламную паузу, то есть включить тебя на мгновение? Ну, извините, реклама дам. Ну, это последовательность еще увидит, потому что я дам боюсь посмотреть. Ты включил? А она включена, да. Вкусно? Так вот. Да. У вас здесь хорошо. Недолго вы здесь жили. Хотели? Мы приехали в среду, это было 18-е число, сегодня 22-е. Сколько дней? О, да. Номер, конечно, не из лучших, но, то есть очень холодно. Да, номер такой, да, ну, пойдет, конечно, хороший. Жить можно. Это вы здесь были, ну, сколько, четыре дня, да? Да. И как вы здесь, чем вы здесь питались, и как? У нас есть повар, Петр Викторович Мегуля, он предложил делать, ну, так называется, блюдо такое... Мегуля. А, как? Эй, вы, вы имеете в виду что, борщ? Борщ это предложил. Макароны или что? Макароны, да. Макароны? Да. Ну, есть разные макароны. Спички вкусные. Есть вермишель, например. А, макароны. Мегули на вот этом пакетике, да, одноразовый или как там их? Да, так вкусно. Просто вкусно. Где вам это предложил? В поезде? Нет, это номер. А, номер? Я отходя... И вы ели только на макаронах, жили четыре дня? Нет, ну, как Олег Николаенко предложил, я говорю, корщик, супы, ну, и макарончики. Макарончики. Нам сытно. И вы дома питались, да? В столовую не ходили? Ну, все под боком. Все с вами. Да, хорошо поселились. Мне даже нравится. Как уютно. Хотелось бы, чтобы был туалет, можно ли, допустим, душ. Мечтажа было тепло. А холодно было спать ночью? Ну, в каком виде, на везде. Я так-то же не спал. Да. А вот Олег Николаенко в каком виде спал? Ну, с ним вообще это разговор такой. Будет наедине. Он чуть ли в батарею не залезал. Да. На четвертый день он решил все-таки одеть еще некоторые вещи, которые лежали рядом. Ну, мы прощаемся с вами. До следующей встречи. Пока. И музыки Андрея Павловича. Вот он показывает, как надо бить акцентированный левый боковой. Какой удар. Ну, Олешка, вот он. Погляньте на него. О-о-о. Какая Олэйска. Какая Олэйска. А вот он. О-о-о. Вот как. Вот стойка. Стойка музыки АП. Он еще назван мастер спорта СССР. Второе место мемориала Макара Лазая. Охват. Третье место СССР. Вторая комбинация музыки Андрея Павловича. Это правый боковой. Он вызывает с кулончиками. И вот удар. Какой удар. Олег стоит. Но. Вы посмотрите, как у него в низкой руках стоит. А? Ай-яй-яй. А ученика мамы ведь отжиматься. За такие вещи. И Галина, стоп не разворачивает. А нет. И вообще промаливается. Ну, вполне. Довольно-таки неплохо. Для перворазрядника. Убежать. Третья комбинация. Левый нокаутирующий прямой. Вот он как бьет. И как отводит заднюю руку. Ну, посмотрите. А что это за стойка совсем? Это что-то боксерская. И вы не на борьбу пришли. Вот это левый удар. Вот это да. Ну, Олег, держись. Он крепкий. О, пято. Ой, извините. Реклама на пол. Да. Всё, это ау. Всё, это ау. Вот посмотрите. Самый последний акцентированный удар. Как ты делаешь? Панут. Прямой репортаж из Майами. Где боксирует музыка Андрей Павлович. Он сейчас вам покажет нокаутирующий. Подоставлено передней рукой. И нокаутирующий справа. Вот, пожалуйста. Минута. Засеките. Менеджер, промутер. Дон Кинг. А вот. Вот посмотрите. Какой рованный челнок. А какой удар. А футболочка тоже. Казённого. Обратно. Опа. Левый. Блядь, где на этот. Это же. Передний. А где на выходе? Где на выходе? Вот живот открыт. Живот. Пузо такое. Видно, пиво обратно нахлебался. Это я давно знаю. Но стоит на пятках. Андрей Павлович кулаки не зажимает. Интервью. Можно, можно. Я сегодня как раз свободен. Свободен, да? Обязательно. Ну, вот вы приехали в Харьков. Что вы думаете об этом городе? Нет, ну это город, как обыкновенный город. Силизово, например. Нет, ну конечно лучше чуть-чуть украинское. Ну, тут даже на метро покататься можно, да, бесплатно. Знаете, там проиграть. Ну, городишка, более-менее. Ничего. Вот вы сегодня выиграли первый бой. За что вы так били своего соперника? Ну, понимаете, он не был должен, должен. Он в карте мне проиграл. Еще и давно. А счетчик подставили, да? Да. Я думал, это ж надо как-то деньги взять. Такой попросили тренера нашего. Он тоже, он там такой тренер, что он не дай может. Так, так он не спецом подставил со своим в Донецкой области. И надо было сбить. Так сегодня в три у нас назначено уже. Стрелка, да? Там, да, там. Там МС, она. Наричными, да, там, ну там. А сколько? А сколько это? Это живоси ждет. Вы что? А, извините, я снял. Второй дубой, второй дубой. Дубой встал. Я вот хочу вам подарить, как фоторепортеру, вот такие под перчатки. Спасибо, спасибо. Это очень дорогой подарок. Да, это подарок очень дорогой. Эти перчатки мне дядя проведет в Синляндии. Они очень дорогие. Я их отношу в наш музей. Музей боевой славы. А что это у вас такое здесь на столе? А, понимаете, там Андрей Павлович как-то приходил, заходил. Да? А чего? Это вырежет режиссер. А чего у вас морда такая опухшая? Да перепил все так пухшее. Лимонада, да? Лимонада. Да, я лимонада, так он тут, вон, знаете, коньяка сколько стоит. Ой-ой-ой. Не надо. Включая мазартная игра играете, да? Да, да, тут в джок. Да, похе. Там пацанчик, вон, Николаевка Олег, оставил нам, да. Еще с этого оставил. Как-то мы с ним в Харьков ехали, и он вот эту игру вот эту взял и забыл. И забыл, да? А вы не думаете, что он за ним приедет? Да нет. На бедном голову. Нет? Нет. Это мы не думаем. Это не. Не думаете? А, вот. И вот еще мой талисман. Я хочу вам подарить. Э, держите. Спасибо. Наушники? Да. Да, это наушники от плеера. Это перчатки с его гулаков. Порядочные. В этих перчатках я боксировал буквально пару лет назад. Полунцовые. Да, это мне было, когда 5 лет, мне мама пошила их, чтобы я пошел на бокс и научился бить по мешкам. Какого вы вести пришли на бокс? Ну, вроде кило 700 или кило 900. Ну, короче, в полутяже, да? Да, в полутяже. В полутяже начали, да? Категория была серьезная. Меня сразу, помню, поставили проломом каким-то. Такой маленький он был. Маленький, меньше, да? Да, на 4-7. Я был маленький, по сравнению со мной. Это был, наверное, второй бой, первый раз с Мариуполем. И сколько вы лежали после этого боя в больнице? А, в больнице. Там приходилось, приходилось. Вот даже шрам меня перчаткой разбили. Да. Это да, это да. Покажите крупным флагом. Вот, это значит, мамы, не пускайте детей на это мордобитие. Это ж нехорошо. Ну, что здесь хорошее? Я понимаю, плавание. Там разрабатываются. Там рост растет. А бокс, бокс. Это ж мордобитие. Обыкновенное мордобитие. Я... А то потом на улице ты из тебя увереннее чувствуешь. Что улица? Сразу глаза подбиты. Нос растритый. Ужас какой. Все боятся. Бабусь. Вы на тренера нашего посмотрите. Да, на тренера нашего надо посмотреть. Вот, его между нами сейчас пока нет. Ну да. Нос перебитый. Губы его. Уши его. Побриться даже некогда забьялся. Да. За вот это его. За вот это его. Что это такое? Пришел, с ножика брился. Да. Минералку всю выпил. Что это такое вообще? Полкил. Полтора литра. Завтра взвешивайте у него. Где мед? Где мед? Мед где делается? Что это такое? Сардины кто съел? Да. Ну что вы там дули крузите? А? Андрей Павлович, что вы там дули? Всего. Это у нас в репортаже был Петр Мигуля. Победитель первенства Украины. Трехкратный. В больнице лежал ровно два года. После шрама. Мигуля, перчатки разломаешь. Не надо. Не видеть. Если это быть.